Всем привет! Настало время годного контента на ютубе, а впрочем, ничего нового. И сегодня мы вместе с вами будем проверять бьюти лайфхаки. Я нашла несколько очень прикольных бьюти лайфхаков, по крайней мере, как мне сейчас кажется. И я считаю, что мы просто обязаны с вами их проверить. А еще, прежде чем мы начнем, за это, конечно же, подписывайтесь на мой канал, тык, и включайте себе уведомления о публикациях, чтобы в дальнейшем ничего не пропустить. И я бы хотела сейчас сказать, что мы начинаем, но я бы хотела рассказать маленькую предысторию. Вот. Я не знаю, насколько эту предысторию можно назвать маленькой, но она вот. Короче, я поняла, что нужно сделать проверку бьюти лайфхаков, потому что у меня выскочил мерзкий прыщ. Ах, да. Меня, кстати, Лиса зовут. Собственно, как вы уже, наверное, догадались, первый наш лайфхак будет о том, как бы избавиться от мерзкого, мерзкого, мерзкого прыща. Нашла лайфхак, похож на правду, давайте проверим. Шаг номер один. Берем тональник, заливаем все лицо, в частности, заливаем прыщ. Но так как я буду не только прыщ маскировать, но также и весь макияж делать, дам проверить замечательные, изумительные лайфхаки, то просто все лицо. Кстати, если вы подписаны на такое мракобесие, как мой ТикТок, то мне там в ТикТоке очень многие люди спрашивали, что это, в общем-то, за кувшон, такое что-то вообще за фирма. Честно скажу, я вообще понять не имею, что это за кувшон, что это за фирма. Я не понимаю, откуда у меня эта штука взялась, где она продается и продается ли она вообще, потому что она у меня появилась после того, как я поехала в Корею еще в том году. И просто, эс-факт, она у меня появилась, она у меня есть. Я ее недавно отрыла в своих завалах и такая, типа, о, неплохое средство, я буду им пользоваться. У меня тональный глаз попал. Ну, в общем-то, вот. Дотушевываем прыщ рукой, наносим на спонжик-пудру, припудриваем. Снова берем тон и теперь на пудру наносим тон опять пальцем. И снова со спонжа наносим пудру, припудриваем прыщ. В самом начале я не серьезно отнеслась к этому лайфхаку, потому что выглядело достаточно вредово. Сейчас я смотрю и понимаю, что не так, что бредово. Продолжаем. Теперь консилер на палец, на палец. Замазываем консилером. Охренеть! Ребята, у меня был там такой просто кратер, там был реально кратер, как в низине. Чего? Короче, ну это просто урыв. У меня выскочила, типа, знаете, вот такая вот подкожная фигня непонятная белого цвета, которую, конечно же, никому кроме меня не было видно. Но я подошла к зеркалу, которое увеличивает все в 10 раз и такая, о боже мой, какой ужас, какая вопиющая вообще фигня у меня происходит на лице. И такая, надо бы это расковырять. Конечно же, оно совершенно не ковырялось, оно нифига не выдавливалось. В итоге я просто травмировала свою кожу, но попытки не оставила. И я его ковыряла. Спустя минут 10 я поняла, что попытки мои тщетные, и я ушла. Вечером, когда я вернулась, я увидела, что там все разбухло, оттекло и вообще неприятно. Подумала, ну теперь-то этот гад подоспел, теперь-то я тебя выдавлю, говнюк. И чтобы вы думали, конечно же, я ничего не выдавила. После того, как я ничего не выдавила, я свои попытки не оставила. Я подумала, что у меня есть такая специальная палка для выдавливания прыщей, которую я считаю абсолютно неэффективной. Но вдруг в этот раз она мне помогла. И чтобы вы думали, конечно же, я стала теребонькать этот несчастный кратер, который уже там образовался, сочился кровищей и вообще каким-то прозрачной жидкостью какой-то. И да, ничего не произошло, остался только кратер, прыщи так и не выдавали, но болит, а вообще бесит. Поэтому, учитывая вот все то, что я вам рассказала, я думаю, вы прекрасно понимаете, насколько все плохо. Неужто нормальные лайфхак-ски подоспели? Слишком рано радоваться. Лайфхак номер два. Сейчас мы будем учиться быть красивыми, как модели, как великие модели, как великие актрисы, как самые красивые женщины в этом мире. Смотрите, какой потрясающий лайфхак. И называется он модельное сияние. Лайк, подписка, краш. Берем консилер, который светлее цвета нашей кожи и рисуем огромный треугольник. Достаточно равнобедренно. А теперь это добро растушевываем по направлению внутрь. И по идее, по итогу должно появиться как раз-таки то самое идеальное, сияющее, здоровое, красивое, великолепное лицо. Но пока получается какая-то маска, но это, наверное, пока. Я вижу, что что-то изменилось, но я не понимаю. Возможно, сейчас, конечно, тут все лицо в этой побелке, непонятно, надо сделать брови и все остальное будет яснее, но, по-моему, черт, это неплохо. Норм. Неужели рубрика бьюти лайфхаки в этом году какая-то будет внезапно хорошая? Потому что недавно я тоже проверяла бьюти лайфхаки, и на удивление там было реально очень много прикольных идей. О, кстати, пока у меня тут сушится моя кастомная вещь, хотела у вас спросить один момент. Вы когда краситесь или что-то делаете, например, рисуете, вы сидите в тишине или слушаете музыку? Я просто недавно открыла для себя подкасты, и теперь, когда я что-то такое делаю, я слушаю именно их. Например, недавно я слушала подкаст от студии Жиза. Там люди с разных профессий рассказывают об особенностях их деятельности и отвечают на всевозможные вопросы. Это прям безумно интересно. Мне, короче, больше всего зашел выпуск, наверное, про пожарного и журналиста. Это пипец. А еще, если у вас устали глаза от телефона или от компьютера, обязательно нужно дать себя отдохнуть. Сделать, например, маску. Например, зажить свечку. Ну, или просто поваляться и послушать интересный подкаст. Ссылку на подкаст 10 глупых вопросов я оставлю в описании. Еще, подождите секунду, у меня есть вот такой классный бокс от Яндекса, я сейчас его покажу вам. Во! Давайте посмотрим, что там. Здесь есть вот такая вот арома штука. Боже, я ее еще не успела достать, она уже потрясающе пахнет. Повязочка для сна, маска для глаз от Шесейда, Гинза, Токио, все, как мы любим. Арома-свечка. Это вот, это отрыв просто, потому что у меня уже такая была, и я, когда ее увидела, поняла, что это просто любовь и судьба, это лучшее. Просто лучшее, точка. Ну, и также здесь были вот такие вот охлаждающие пэтсы для глаз. Это многоразовый гелевый патч, вы можете их много-много раз использовать. А еще специально для вас у меня есть промокод. Вот он. Этот промокод действует для всех новых подписчиков на территории России. Действует он до 15 октября 2020 года. По этому коду можно целых 90 дней совершенно бесплатно и без рекламы слушать Яндекс.Музыку. В том числе офлайн. Можно скачать треки. Можно смотреть сериалы или фильмы через кинопоиск HD. В высоком качестве, как вы понимаете. Ссылочку я оставлю в описании, обязательно ее используйте. Сейчас будем оформлять брови. Я нашла прикольный лайфхак, но он опять-таки из категории азиатских лайфхаков, поэтому не знаю, сколько он будет эффективным, но выглядит очень просто и очень работающим методом. Давайте проверим. Так, рисуем два креста. И отводим это сюда. Теперь сводим верхние кресты. Нижние кресты. И доводим вот этот вот нижний крест, который у нас здесь ровный, вот таким вот образом сюда. Кажется, это выглядит так, но бровь, тем не менее, кажется достаточно прямой и ровненькой. Растушевываю. И вот такая бровь получилась. Честно скажу, техника очень прикольная и реально легко рисовать. Единственное, что я переборщила, она у меня достаточно жирная, но это окей, я сейчас это поправлю, это не проблема. Но в целом, ребят, попробуйте, это кажется очень легко, и это легко на самом деле и есть. Обычно я эти видео из этой серии критикую, пипец, потому что, ну, реально какую-то хрень предлагают делать под видом лайфхаков, а по факту, как бы, ну, реально дичь-дичь его. В этот раз же все даже, азиатский лайфхак нормальный. Хотя они вот очень любят что-то там преувеличить, преуменьшить и сделать в итоге миллион фильтров, вообще переделать макияж и показатели. О, и смотрите, как классно стало. А по факту нифига. Она прям идеальная. Не считаю, что светом облажалась, но это, как бы, проблема не лайфхака. Бровь номер два. Пока у нас все хорошо. Я бы предпочла, чтобы дальше было так же, но следующий лайфхак про суперсложную стрелку. Давайте посмотрим. Блин, это выглядит очень стрёмно. Ну ок. Берем консилер. Берем скошенную кисть, обмазываем консилером кисть. Рисуем стрелку с хвостиком. Я нарисовала стрелку этим консилером. Теперь берем яркий какой-нибудь оттенок. Ну, я, наверное, возьму красный, но, если что, заменю его потом на розовый. Посмотрим. И закрашиваем тупо то, что консилером нарисовали. Это очень осторожно надо делать, чтобы не загадить все. Блин, что-то нет, у меня не получается. Попробую с другой кистью сделать, например, вот с такой. Да, выглядит это совсем не как у нее, ну прям пипец. Ужасно выглядит, грязно, некрасиво. И я не думаю, что это я облажалась, потому что в целом я все делала так же, как делала она. И сама стрелка из консилера у меня получилась ровная. Выглядит очень по-дурацки. Ну, прям такое-такое. Я закончу эту стрелку сейчас, как она показывает. Вот этот глаз я постараюсь сделать ярко-розовым. Возможно, это только на розовом такой классный эффект. А возможно, за счет того, что это снято очень близко, и под какой-то лампой, ну под фонариком, выглядит вот так вот, как будто неоновый эффект. Что-то какая-то хрень прям. Хотя у нее так красиво выглядит. Что я сделала не так? У нее же очень красиво получилось. Делаю то же самое с розовым. Это будет или очень круто сейчас, или фон. Так, обратите внимание, я сразу говорю, если будете повторять, видите, лайнер течет. У нее на видео это тоже заметно, но я думала, возможно, у нее просто лайнер отстойный. Я взяла свой проверенный, который не течет, который стойкий. Но, как видите, это проблема. Потому что то, что он растекается, очень сильно заметно, и выглядит это грязно. Возможно, это не так заметно, если людям в глаз не тыкать свой глаз, потому что со стороны выглядит прикольно, и даже с этим оранжем, который неудачный, выглядит норм. Но вот если посмотреть поближе, видно, что вот здесь вот, например, очень сильные подтеки. Некрасиво. Посмотрите поближе. Что скажете? Как думаете, это прикольно все-таки, или все-таки это как-то тупо? Мне кажется, что в этом что-то есть. И будет очень здорово, если вы тоже попробуете это повторить, если у вас получится, выложите их себе в сторис, я вас по лайку, потому что, ну, правда, мне интересно посмотреть, как у кого получится, потому что, ну, мне кажется, очень прикольно, но странно, но, блин, прикольно. Не знаю, как выяснить. Накрашу ресницы и вернусь к вам. С накрашенными ресницами выглядит вот так, и, блин, теперь мне нравится. И вот что поделать, потому что мне только что не нравилось, и теперь мне нравится полярочка, знаете ли. Просто разрыв штанов теперь. Ладно, ребята, сейчас будет время для лайфхака вот с этим вот, но перед этим вы должны посмотреть вот это вот. Короче, с того, как я села снимать это видео, естественно, я отсмотрела материал, и я просто в один момент нашла вот это вот. Типа, черт, это же вообще ужас какой-то. Если вы до этого момента не знали, как выглядит ужас, то он выглядит именно так. Пойдемте за губкой. Возьмем губку для того, чтобы делать ей веснушки. Я вам так скажу, никакие приятные ощущения я не испытываю от прикосновения жесткой мерзкой губки к моему нежному лицу. Скажу только то, что хорошо, чтобы у меня была косметика из Бершки, которая мне не понравилась, которая мне все равно не нужна, и вот эта вот штука, Будьте осторожны, если вы будете так делать, потому что одно мое легкое прикосновение, оно превратило вот это вот в это. Так что, если вдруг будет в третий великий лайфхак, просто имейте в виду. Ставьте ваши ставки, господа и дамы. Получится или нет, а я начинаю. Подождите, подождите, я бы помолчила. Надо посмотреть на себя в зеркало. А, 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 ну, слушайте, если так, довести до идеала. Немножко подпричешем, прям, а, понятно, ладно, хорошо. Я только, короче, обрадовалась, я подумала, что реально это выглядит очень естественно, потому что, ну, в принципе, без ножки, они как-то хаотично так располагаются. И я думаю, сейчас я, короче, возьму вот кисточку, приклею все это, чтобы было хорошо, и, как вы видите, нет. Нет, это просто все снялается и выглядит теперь вот так вот. То есть, ты как бы, или ходи с крошками на лице, которая тебе ветер смахнет, и будет плохо, ну, или, дорогой мой друг, вот так вот. Странно выглядящее лицо, кстати, губки очень неприятные, как будто жжет. Спасибо косметике Бершка, которая оказалась настолько плохой, что мне было не сильно жалко тыкать в нее губкой. Класс, если что, у меня есть на канале обзор на косметику Бершки. Что ж, ребята, такое видео у нас получилось. Я надеюсь, что вам оно понравилось. Обязательно ставьте лайки, лойсы, классики, и смотрите мои другие видео, а я вас очень сильно люблю, целую, и всем только хороших макияжей и лайфхаков. Пока-пока.